СИГНАЛИЗАЦИЯ ТЭЦ перешла на мазут. Как это повлияло на экологию? История нападения псана инспектора ГИБДД получила продолжение. Свою версию рассказала супруга задержанного. Фото против мусора. Экологи заплатят за информацию о свалках. Рак не пройдет. Женщин призывают пройти бесплатную маммографию. Полмира на байке. Нижнекамец объехал на мотоцикле 25 стран. Мимо чемпионства команда «Шинник» проиграла матч за первое место. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Нижнекамская ТЭЦ перешла на сжигание мазута. Это сразу почувствовали горожане. Неприятный запах и черное облако напугали людей. Выяснить, соблюдается ли на ТЭЦ экологические нормы, попытались специалисты Росприроднадзора. Но на территорию их не пустили. Светлана Шумкова выясняла, почему мазут, а не газ. И как это навредит экологии. С начала недели нижнекамцы жалуются на едкий запах и густой дым, идущий с промзоны. В частности, со стороны ТЭЦ. Эту картину можно наблюдать и сейчас. Все дело в том, что предприятие перешло на сжигание мазута. Информация подтвердилась. Две нижнекамские ТЭЦ используют резервный вид топлива – мазут. А все потому, что на газораспределительной станции начались ремонтные работы. Горожане всерьез обеспокоены. На мазут перешли, судя по цвету дыма и запаха. В понедельник как раз в районе городского кладбища очень хорошо чувствовалось. На четыре дня перешли на мазут. Газовики ремонтируются, скоро перестанут. Второй день над городом вонючая дымка. Кашель достал. Для контроля уровня выбросов вредных веществ в атмосферу будут регулярно проводить замеры. Адак и сегодня сотрудников Росприроднадзора на территорию ТЭЦ-1, ТГК-16 не пустили. Специалисты были вынуждены вызвать прокуратуру и полицию. В настоящий момент провожу административное расследование с привлечением соответствующего лаборатории. В данном случае мы фиксируем факт неисполнения законных требований государственного органа при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Стоит отметить тот факт, что сегодня объявлены по Нижекамскому району, по данному объекту объявлены невылоприятные метеоусловия первой степени. При таких мероприятиях данная компания должна была снизить объем выбросов. Что касается ТЭЦ-2, они прокомментировали ситуацию. В целях обеспечения экологической безопасности и снижения нагрузки там провели ряд технических мероприятий. В цели минимизации выбросов выбран минимальный режим работы включенного оборудования станции. Также на предприятии ведется постоянный контроль выбросов в атмосферу с помощью инструментальных замеров и специализированного оборудования. При работе на резервном топливе Нижнекамская ТЭЦ не превышает действующих экологических норм и стандартов. Станция использует спецкомпонент, снижающий вязкость мазута. Плюс выбран минимальный режим работы включенного оборудования. Ремонтные работы на ТЭЦ продлятся до 8 часов вечера 14 сентября. Светлана Жемкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Не просто задержали, а нанесли увечья, собаку не травили. Мухтар сам вырвался и покусал обидчиков своего хозяина. История нападения собаки на полицейского, которая произошла в Нижней Ура-Тьме, получила продолжение. Жена задержанного высказала свое мнение. В принципе, травма такая довольно-таки длительно проходит. Так быстро это все, отеки мягких, они не проходят. Поэтому необходимо и физиолечение, и комплексное медикаментозное, и мази, и, соответственно, облакое. Гульнас Шандырова с недавнего времени стала пациенткой травматолога. Травму руки и ребра, по словам женщины, она получила от инспекторов ГИБДД в момент задержания мужа. Когда они его начали валить, душить, они его неоднократно душили, у него даже следы, гематомы на шее. И собака забежала, их покусала. Когда второй сотрудник начал избивать собаку, я подошла, защищала собаку, он оттолкнул меня и дубинкой ударил по руке. Я согнулась, конечно, такая острая сильная боль была. Напомним, как все было. Полицейские заподозрили, что мужчина, лишенный водительских прав, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и решили его задержать. На крики выбежала жена и, по мнению инспекторов ГАИ, натравила на них собаку. Одного искусали, ему даже понадобилась помощь врачей. Однако Гульнас Шандырова утверждает, все было по-другому. К тому же, ее муж был трезв и не находился за рулем. Ну, сотрудники занесли свой аппарат. Он дул в этот аппарат. Аппарат показывает по нулям. Мой сын, 13-летний ребенок, снимает. Они отталкивают его, чтобы он это не видел, чтобы не показывал на видео. В итоге они взяли, сбросили аппарат. И в итоге второй экипаж врывается, заборы ломают, заходят во двор, его скручивают, увозят на дорогу. Увезли на дорогу, машина стояла возле забора, возле двора, возле гаража. Увезли и составили протокол наших двух понятых, как будто он в алкогольном опьянении. После этого случая мужчине дали 12 суток ареста за неповиновение при задержании. Его жена получила штраф. А материалы дела, в том числе и о нападении собаки на полицейских, переданы в следственный комитет. А Гульнас тем временем будет бороться за свою правду. Женщина зафиксировала травмы и теперь посещает не только кабинет врачей, но и кабинет помощника прокурора. Она надеется, что ее доказательства учтут при подробном разбирательстве этого дела. Гульнас написала заявление в прокуратуру, ну а мы будем следить за развитием этой истории. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Эту тему у нас попросили поднять телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, пишите, звоните по номеру 917-93-73-077. Мусор после капитального ремонта домов скидывают прямо на землю. Серьезные нарушения вычислил простой нижнекамец. Чтобы уличить в нарушении закона, мужчина устроил настоящую слежку. Труды оказались не напрасными. Злоумышленника накажут, а сам нижнекамец получит денежное вознаграждение. Эти фотографии сделал неравнодушный житель Нижнекамска. Все происходит в дворе дома 50 лет октября 6А. Видно, как бригада рабочих грузит остатки рубероидов в КАМАЗ. После чего машина едет не на полигон для утилизации отходов, а в Шенгальчинское сельское поселение. Кучу мусора водитель выгружает прямо на землю. Через информационную систему МАЦА были присланы фотографии обращения граждан о том, что несанкционировано сброс отхода с территории КАМАЗа. Подрядная организация проводила ремонтные работы по замене кровли. Данные отходы были вывезены в неположенном месте. Экологи Закамского территориального управления изучили полученные фотографии. Сообщение о сбросе отходов в почву подтвердилось. Автор снимков получит вознаграждение полторы тысячи рублей. Нарушители понесут наказание. Направлен запрос в ГБДД для определения собственника данного КАМАЗа. Если получится, что это на гражданина оформлен КАМАЗ, значит будет на гражданин, плюс еще предъявлен ущерб на возмещение ущерба земельному участку. Подрядная организация ведущей работы по капитальному ремонту в доме 50 лет Октября 6А этот случай не комментирует. В сентябре здесь поменялся руководитель участка. Уверяет, что рубероид и остатки изоляционных материалов вывозят на специальный полигон. Утилизацией занимается другая фирма. Каждый рейс машины, он фиксируется. Машина заходит на полигон только после звонка руководителя-архитектора. Поэтому какие-то другие КАМАЗы мы возим одной машиной. Поиском нарушителя занимается в Закамском территориальном управлении. Экологи ждут ответа на запрос в ГИБДД, чтобы узнать, кому точно принадлежит машина. Если юридической организации, то ее ждет штраф до 250 тысяч рублей. Если у вас тоже есть фото или видео, подтверждающие нарушения экологического законодательства, то смело обращайтесь в народный контроль. Или пишите экологам по WhatsApp. Его номер вы сейчас видите на своем экране. Вознаграждение гарантировано. Лилия Горова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Но не только фотографиями можно бороться с мусором. Экологи призывают всех нижнекамцев присоединиться к международной акции «Сделаем 2018». Масштабная генеральная уборка пройдет в эту субботу. Привести в порядок планирует участок возле карьера недалеко от Майдана. Сбор добровольцев в 14.00. Я также призываю, что и жители населения неравнодушны к вопросам чистоты нашего города присоединиться. Ну и перед зимним периодом навести порядок. Не обязательно желающим именно на этом объекте принять участие. Можно навести порядок у себя во дворах. Познакомились, выпили, а потом ограбили. Именно по такой схеме двое мужчин обошлись со своим новым знакомым. 49-летним ветераном полиции. Подозреваемые оказались на скамье подсудимых из зала суда Наталья Лушникова. Сегодня эти трое встретились вновь, но уже в суде. Двое за стеклом проговаривают тактику защиты со своими адвокатами. Их обвиняют в грабеже. Третий – 49-летний ветеран полиции, здесь потерпевший. Со слов свидетелей, в июле, отдыхая на Красном Ключе, он разговорился с обвиняемыми. Собеседники оказались интересными. Купили водки, выпили за знакомство. Посиделка продолжилась прогулкой по лесу. И вот здесь новоявленных приятелей как подменили. Они потребовали у мужчины отдать им барсетку. Забрали оттуда телефон, ключи от машины и банковскую карту, пин-код от которой уже выбивали кулаками. Спортивный и крепкий мужчина от выпитого еле стоял на ногах, сопротивлялся недолго. Как следует из материалов уголовного дела, именно эта карта привела подозреваемых на скамью подсудимых. Снимая с нее деньги, 20 тысяч, они попали в объектив камеры видеонаблюдения. Потерпевший их опознал. Однако другие детали преступления для журналистов остались за закрытыми дверями судебного заседания. На этом настояла сторона защиты. Я подерживаю позицию, и я против, что вы снимали. Суд ходатайство удовлетворил. Следующее слушание по этому делу состоится 2 октября. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Ведь ранее они уже были судимы, а преступление было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников. Потерпевшей позвонили и сообщили, что ей полагается компенсация за лекарства. Для получения Нижнекамке нужно было оплатить лишь налог. Заинтересовавшись данным предложением, пенсионерка перечислила порядка 80 тысяч рублей на расчетный счет афериста. После этого все его номера были заблокированы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Около 500 организаций дают зарплаты в конвертах. Тема серого рынка труда стала основной на заседании специальной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов. Чтобы зарплаты выплачивали вовремя и шли отчисления в пенсионный фонд, в Нижнекамске планируют открыть единое окно. Там будут принимать заявления людей, столкнувшихся с нарушением трудового законодательства. А пока оно не заработало, жители Нижнекамска могут обращаться по телефону горячей линии или в народный контроль. Все заинтересованные лица, которые хотят передать информацию о наличии задолженности по зарплате или, может быть, нарушении трудовых прав, может обращаться в МФЦ, в отдел экономики для передачи информации. Мы будем в рамках комиссии эти вопросы отрабатывать. Рак груди. Такой диагноз в этом году поставили 32 Нижнекамкам. Вовремя обнаружить и начать лечение смертельно опасной болезни можно благодаря одному из методов исследования – мамографии. Сейчас проверить свое здоровье можно без записи и абсолютно бесплатно. Все подробности у Лилии Егоровой. В очереди на мамографию женщины из города и района. Гульсем Сачкова – из Камских полян. Последний раз была в кабинете врача-мамолога несколько лет назад. Когда в поселке дали направление на бесплатное обследование, приехала не раздумывая. Сейчас на пенсии. Все равно как-то надо знать. Своё здоровье. С начала года в этом кабинете обследования прошли около 11 тысяч женщин. У 32-х выявлен рак молочной железы. В 2017-м у 42-х. По словам врачей, ранняя диагностика заболевания поможет полностью побороть страшную болезнь. Мамография – один из информативных и безопасных способов выявления онкологии на начальной стадии. Мы делаем снимок, находим какие-то изменения, пишем рекомендации в плане или отправляем на УЗИ, или отправляем к мамологам-онкологам. Дальше идет совокупность всех методов, дает возможность установить или опровергнуть наличие опухоли. Пройти мамографию женщины могут как в рамках диспансеризации, так и по живой очереди. После 39 лет проходить обследование необходимо ежегодно. С 17 сентября до 1 ноября здесь ждут всех желающих. С собой необходимо принести только документы. Адрес строителей 10В, лечебный корпус номер 7. Лилия Горова, Марсель Джураев, Новости НТР. Под мостом в Грузии у костра в Турции нижнекамский дантист объехал 25 стран. Причем путешествует он на своем байке у Эдуарда, так зовут нашего героя, необычное увлечение. Свой отпуск он проводит за рулем мотоцикла, а все поездки снимает на видео. Своими впечатлениями поделился с нашим корреспондентом Александром Комаровым. Эдуард не задается вопросом, как добраться до места отдыха. Любовь к мотоциклам и путешествиям решили эту дилемму навсегда. А вот вопрос, куда отправиться на этот раз, он решает только тогда, когда садится за руль. Я проехал через всю Скандинавию, заехал затем в страны Центральной Европы, далее снова поднялся наверх, уже заехал в Великобританию, то есть посетил Англию, Шотландию, далее спустился вниз на южный берег Франции и оттуда напрямую опять же по Центральной Европе домой. Эдуард так легко описывает, как добирался с одной страны до другой, что может показаться, как будто подобное путешествие совершить легко. Но это не так. За каждой проехавшей милей стоят свои трудности. Порой случаются и поломки. Было это в Германии, под городом Бремен. Местный мотоциклист, немец, увидел то, что у меня на мотоцикле случилась маленькая поломка. Увидел ее и пригласил к себе домой. Сам отремонтировал, напоили меня кофе, проспрашивали про Россию и затем оставили меня у себя ночевать. Но останавливаться на ночлег у единомышленников получается не всегда. А приходилось ночевать и в палатке, но в этом считает парень своя романтика. Вот он разбил лагерь под мостом в Грузии. Вот сидит у разведенного костра в Турции. А вот так отдыхают путники с большой дороги на парковке. Новое ощущение, новые места, общение с другими людьми и единение с самим собой. Именно одиночное путешествие дает какое-то внутреннее состояние, такое более взвешенное. Куда отправится Эдуард в следующий раз он пока не знает. Стран много, так что главные приключения еще впереди. Александр Комаров, Евгений Лозаев, новости НТР. Бабье лето из Нижнекамска отправилась в Чистополь. Автопробег под таким названием устроила организация «Женщина Нижнекамска». Автоледи колонны поехали в соседний Чистополь. Своим примером они хотят показать, что ездить аккуратно и не лихачить можно даже на трассе. По приезду наши женщины встретились с местным активом города, посетили музей, посмотрели город и обменялись опытом. Мы решили съездить сами. Это не секрет, что женщины за рулем более осорожные, более внимательные. И что бы там ни говорили мужчины, все-таки женщины ездят аккуратнее. Наш сегодня пробег, он именно с этой целью вдохновить тех, кто на дороге, увидев нас, как мы красиво, аккуратно едем, соблюдаем правила дорожного движения, вдохновить женщин, к которым мы собираемся в гости, для того, чтобы женское движение в их городе так же расцветало, как в нашем. Поддержим наших полицейских. Стартовал восьмой всероссийский конкурс «Народный участковый». Нижнекамск представляют Ленар Ибрагимов и Анатолий Неконоров, оба капитаны полиции. У каждого отличный послужной список. С анкетами участников можно ознакомиться на сайте МВД Республики и там же проголосовать за лучшего участкового. Первый этап продлится до 20 сентября. На днях состоялась церемония вручения призов победителям акции «Телевизор за подписку». Розыгрыш подарков проводился акционерным обществом «Татмедиа». Счастливых обладателей смарт-телевизора, цифровых ватапаратов и шерстиных одеял лично поздравил генеральный директор компании Андрей Кузьмин. В этот раз организаторами было зарегистрировано 120 заявок со всех районов Татарстана. Среди самых активных подписчиков оказалась Челнин Коразина Махьярова. Она выиграла шерстяное одеяло. Главный приз «Телевизор» получил Рамиль Тимургалиев из Зеленодольского района. Еще двое победителей акции с Иния Тимуршина, также из Зеленодольского района, выиграла фотоаппарат. Аналогичный приз достался Иния Зуменгалиеву из Казани. Кстати, он подписан на 22 печатных издания. Мы работаем точно, профессионально. В наших редакциях собраны лучшие журналисты в республике. Поэтому все задачи, которые стоят по информированию населения, мы всегда исполняем. Мы работаем для вас, для наших подписчиков. Подобные розыгрыши призов проводятся после завершения каждой подписной кампании. Для участия в акции необходимо выписать не менее трех изданий, входящих в медиахолдинг ТатМедиа. Кстати, новая подписная кампания стартовала 1 сентября. Подписывайтесь на газеты медиахолдинга «НТР», «Нижнекамское время», «Туганьяк» и «Нижнекамская правда» и становитесь участником розыгрыша. На этом моя часть выпуска завершена. Связаться с нами можно по телефону 40 07 70 или посредством сайта «НТР-24.ру». До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта. Александр Кубасов принял участие в Кубке мира по плаванию. Определился обладатель Кубка Татарстана по футболу. Об этом и не только сразу после рекламы. Превратим компьютер-пенсионер в мечту «Танкиста». Теперь апгрейд на 4, 6, 8, 10 ядер от 2500 рублей. Технорай, Менделеева, 34А. Щедрые выходные в Эссен. 15 и 16 сентября на радость детям и родителям. Скидка 30% на все подгузники и 50% на все игрушки. А также «Мамина карта» бесплатно. Условия акции и подробный список товаров уточняйте в гипермаркете «Эссен». «Эссен». Только 4 дня. Очень низкая цена. Горбуша свежемороженая. 1 килограмм. Всего 149,90. Светофор. Покупайте выгодно. В Казань за 500 рублей. Онкологический центр, МКДЦ, Аквапарк, ЖД и Автовокзалы. Телефон 8-917-909-22-82. Зонт? Нет. Сапоги? Нет. Плащ-палатка? Только ветровка. Вечером в походе, в дороге, в гостях. Всем нужна ветровка. Удобная и незаменимая. Все размеры, все расцветки. В отделе 111. ТЦ «Перезка». В отделе 111. 111. 111. А еще летнее пальто и много-много вещей. Для девушек и бабушек. Ура! На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Нижнекамский пловец выступил на Кубке мира, который прошел в Казани. В соревнованиях такого высокого уровня представитель Нижнекамска участвует впервые в истории. Им стал 18-летний Александр Кубасов. Первый этап Кубка мира собрал более 200 спортсменов со всего мира, в числе которых участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионы и победители европейских первенств. По результатам выступления 18-летний Кубасов вышел на две дистанции. На 400-метровый представитель спортивного клуба «Нефтехимик» показал восьмой результат. В последний день Кубковых соревнований Александр Кубасов вышел на дистанцию в 200 метров. Но, к сожалению, ввиду высочайшей конкуренции в финал не попал. От Кубка мирового перейдем к Кубку республиканскому. На этот раз о футболе стал известен обладатель главного татарстанского трофея. В набережных Челнах прошел финальный матч розыгрыша. На поле встретились давние и принципиальные соперники – Нижникамский шинник и бугульминская команда Бугульмару Нака. Матчи всегда отличаются особым накалом, но в этот раз явное преимущество было на стороне бугульминцев. Для многих игроков шинника участие в финале Кубка Татарстана, да еще и на таком большом стадионе, стало первым опытом в жизни. Наверное, потому и были действия нижникамцев несколько скованными, что не могло не сказаться на результате матча. Первый мяч команда Григория Калинина пропустила на 36-й минуте. Второй бугульминцы заколотили нашим во втором тайме. На 65-й минуте бугульмару Нака сделала 2-0. Этот счет и стал окончательным. Обладателем Кубка стала бугульмару Нака. Нижникамские каратисты успешно выступили на всероссийских юношеских играх боевых искусств. Многодневный спортивный фестиваль в этом году уже в 11-й раз принимает Анапа. В этом году на играх боевых искусств представлены 22 вида спорта. Один из них – восточное боевое единоборство или сетокан. Именно в этом виде приняли участие воспитанники Нижникамской 3-й детско-юношеской спортивной школы. В командном кумите Максим Чернов и Максим Асулбаев взяли золото. В одиночном кумите первые места заняли Влад Гришин и Максим Чернов. В кумите среди девушек отличилась Аделя Латфулина. У нее медаль бронзового достоинства. Также есть у нижникамцев и одна медаль в разделе ката. Обладателем бронзовой награды стал Георгий Паньков. Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Дмитрий Асулбаев и Марат Гафиятов. Но и в завершение выпуска стало известно о дате проведения в Нижникамске традиционного ежегодного мероприятия «Кросс Нижникамска-2018». Состоится он 15 сентября в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций-2018». С 2007 года «Кросс Наций» насчитывает ежегодно более 15 тысяч участников – любителей бега различного возраста. Стало традицией, что в забегах принимают участие видные общественные деятели, выдающиеся спортсмены, звезды шоу-бизнеса, ветераны спорта, люди с ограниченными физическими возможностями. Заявки на участие начнут приниматься с понедельника по пятницу, с 10 по 14 сентября по адресу Ахубинская, 6. Церемония открытия «Кросса Нижникамска» пройдет в 11.30. Первый старт от остановки «Сквер Лемаева» намечен на полдень. Всего в этот день пройдет 5 забегов, после чего победителей в каждой группе наградят ценными призами. Кроме нашего города, в «Кроссе Наций» принимают участие Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Заинск, Чистополь, Елабуга и другие города Татарстана. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта. НТР-дефиз24.ру. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – выставка меховых товаров. Хотите новую дубленку? Пожалуйста! Коллекция «Зима-2018». 14 сентября в ДК «Альфа». В ассортименте мужские и женские дубленки. Все размеры по эконом-ценам. Оденьтесь сами и подарите тепло близким. 14 сентября. Завтра синоптики обещают теплую, но ветреную погоду. В Нижнекамске ясно и плюс 23 градуса. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Солнечная погода должна сохраниться до воскресенья. Спонсор выпуска – выставка меховых товаров. Что может быть зимой теплее и милее привычной старой дубленки? Только новая дубленка. 14 сентября в ДК «Альфа». Выставка продажи мужских и женских дубленок по эконом-ценам. Размеры – все. Расцветки – все. ДК «Альфа» 14 сентября. Хотите новую дубленку? Пожалуйста! Коллекция «Зима-2018» 14 сентября в ДК «Альфа». В ассортименте мужские и женские дубленки. Все размеры по эконом-ценам. Одейтесь сами и подарите тепло близким. 14 сентября. ДК «Альфа» 14 сентября.